Привет, мои дорогие друзья! Наши активисты из нашей партийной ячейки в Сумах вот ходили и встретили женщин. Ну, вернее, она встретила их. Здравствуйте, ребята! Это партия Ширия? Да. Как я вас ищу? Отлично! Я просто ищу вас. Вчера просто сижу, думаю, как мне найти в Сумах. Дело в том, что я Павкова Алла Ивановна, воспитатель дневного стационара в поликлинике номер 2. В свете этой реформы, которая медицинская, закрывают отделение дневное детское и визиотерапию. Вообще сейчас очень много закрывают. В общем, я не знаю, что делать. Ширия я постоянно смотрю. Дело в том, что я не очень дружу с интернетом. Поэтому как к нему написать, как обратиться. В понедельник у нас будут собрания, когда нас будут ставить под роспись о том, что мы уже не нужны этой стране. Я видел эту справку. Недолго, думая, наши решили туда отправиться. Потому что интересно, ведь власть-то новая. Мы привыкли говорить, новая власть, несмотря на то, что уже значительное время. А реформа что, ну как бы Супруна осталась? Вы помните, как Владимир Александрович говорил по поводу Супруны, по поводу ее реформы? На стадионе. Медицина, что до привода реформы, скажите мне, будь ласка, если леков не есть, если доступных цен для леков не есть, если нормальных умов в лекарнях не есть, если нормальных зарплат у лекарей не есть, какая-то нафиг реформа? Кто здесь может сделать прессу? Или не допускают? Нет, допустят. Не надо выдумывать. Пожалуйста, Владимир Александрович. Пойдемте. Придет еще одна пресса. Придет четыре прессы. Стасите нас, пожалуйста, на третью. Не нужны воспитатели, не нужны медсестры, не нужны санитарки. Просто как это страшно, оказаться сейчас... Мне кажется, эта женщина наговаривает. Она наговаривает и видно по глазам. Такие немножко нечестные глаза. Потому что быть такого не может. Как это не нужны? В стране что, люди перестали болеть? Вы знаете, что был день борьбы с раком? В Украине миллион онкобольных. Ну, это конкретно вот к этому отделению не относится, но вообще-то. Миллион онкобольных. Вы знаете, я лет 12 назад занимался этой темой, очень серьезно занимался этой темой, и тогда был миллион больных. Каждый год заболевает 100 тысяч. Вы понимаете, да, что происходит? Они умирают. Они постоянно умирают. Заболел все, конец. Вот сейчас сидят доктора, которые должны быть на приеме, медсестры, которые действительно могут помогать детям. Но, извините, их ждут на приговор. Вот так. И никто с ними не считается. Уже 10 минут люди теряют свое драгоценное время. И работают здесь за копейки. Вот вам реформа. Начинается не с того, чтобы повысить им зарплаты, нам всем, а начинается с того, чтобы убрать. Какие зарплаты, женщина? В бюджете денег нет. Вот минветеранов воруют, да, на проектах. Это нормально. А на вас нет, не получится. А кто вот это вот в маске? Наверное, для того, чтобы подписать свой динобор. У нас так говорят уже, подписывали. Зачем вы меня снимаете? Я заболела. Зачем вы меня снимаете? Я в общественном месте. В каком общественном месте? А это не общественное место? Зал. А это не общественное место. Вот общественное место. Вы разве спрашивали меня? Я, например, плохо вы. Кто вы? Я активист партии Шарея. Шарея? Мы молодой человек. Ну что вы сюда, в оборону ломитесь? Вы кто такой? Методмит работник? Нет, нет, нет работника. Значит, вы все знаете, что с 1 сечня 2018 года в дие вступил закон Украины про медичные финансовые гарантии населення Украины. Итак, первичка вступила уже в реформирование. Можно сказать, вступила в реформирование, потому что реформа идет. Реформа та самая, которую привнесла Супрун. Давайте послушаем внимательнее. Значит, с 1 квитня изменился истотный механизм финансования ГАУЗа. Специонарная допомога будет отримывать за проликованный випадок, сколько детей проликовали, стихи отримали. Каждый випадок будет мать мать свою тарифную силу. То есть, сколько ты пролечил больных, столько ты и заработал. Так получается, вроде как государственное становится как частное, да? Ну, но... Амбулаторная допомога будет отримывать с глобального бюджета. То есть, на сегодняшний день нам будет подокремленный глобальный бюджет. Это 60% от нашего исторического бюджета будет выделено на лекарню. Из них выделено еще 10% которые будут идти на амбулаторную допомогу. То есть, бюджет больницы теперь составит 60% от того, что она получала ранее. Судя по больнице, ну, я смотрел там интерьерчики, да, она и раньше не шиковала совершенно. Таким образом, ну, во-первых, смотрите, хорошо, что мне... Вот я врач. У меня есть множество друзей. И вот с друзьями я договариваюсь, к примеру, да, и друзья делают вид, что у них кто-то заболел. Не рассматривается этот вариант вообще. И я знаю, к какому врачу я отправлюсь, да, и отправляю. Ну, вот не может такого быть? Я думаю, что, наверное, нет. Но я думаю, там реально все продумано. Ну, в общем, 60% от исторического финансирования это хорошо. Наша лекарня автономизована. Она компьютеризована на 50%. Это уже радует. Компьютеризация на 50%. Это всегда, это всегда плюсик. Працуем мы все через систему поликлиника Бещер. Вы поставили еще два модуля. Это стационар Симплекс Мед и Дайком Хаус. С таким працуют генологи и наши травматологи. То есть, это все с этой системой. Эта система, сколько вам дала времени, как мы в пилоте себе установили, помните? Десять минут. Так мы сегодня будем работать. Система дает время, за которое ты должен там как-то осмотреть пациента или что, оказать ему помощь. Десять минут на пациента. Я, знаете, в Европе везде так. Там даже такое вот ставят, переворачивают песочные часы. Не успел все и в этом выскакиваешь в трусах. Состояние нашей аппаратуры, потому что работа зависит исключительно от состояния аппаратуры. Правильно, ее нужно было списать, потому что 70-80% аппаратуры подлежало списанию. Есть аппаратура, которая еще, простите, 76-78 году выпуска. Так надо было реорганизовываться, закупать новую аппаратуру. Аппаратура 76-го года. Супру об этом ничего не рассказывала. Я могу себе представить, там еще наверное вылазят эти перфокарты, не? Труд-трруд-трруд вот так вот. У нас чухались, чухались, 9 лет занимались, подошли к тому, что реабилитационного отделения нет. И, так сказать, сотрудники на улице получается, квалифицированные медсестры, которые владеют методиками. Я, кстати, работала, но трудно работала. Как будут трудоустроены наши сотрудники? Что касается обновления вашей аппаратной физиотерапии? Я не скажу ни о чем, если скажу, что щоречко наше лекарство финансировалось на 48% для потребов. Оборудование 1976 года. Больница финансировалась на 48%. Здесь я не понял. Теперь на амбулаторию выделяют 60% от исторического бюджета. это от 48% 60%. Ну, я правильно понимаю, потому что так бы она сказала, что увеличивается наше финансирование на 12%. Мы начали получать 60%. А если 60% от исторического, а получали 48%, получается, насколько сейчас финансироваться будет больница? Реформаторы. Я не могу сейчас сказать, не могу вам повисать или быть уверены в том, что это все изменится источнно или вернется. То, что вашу операцию нужно восстановить, вы знаете. То, что вам нужно купить для медической реабилитации только в вашем отделе клиника диагностичной, консультивной диагностичной реабилитационной обладательности на миллион шестьсот. ЦВТ знает, мы не подавали всю потребу. Реабилитационное оборудование на миллион шестьсот это пыль на рояле, это ничего. Миллион шестьсот это звучит страшно, на самом деле это не такая большая сумма. Это всего-навсего два проекта какого-нибудь Евгения Карася, который выписывает ему Минветеранов. Он прицепился ко мне. Во всех министерствах такое происходит. Это миллион шестьсот это выделяется Министерством Культуры на создание какого-то говеного клипа, который никто не смотрит. Это ни о чем, но это детские жизни. А потом говорят блять, у нас рождаемость, что-то у нас не то. Что нам делать? У нас, посмотрите, как уменьшается население, уезжают, не рождаются. Нахрен вы реабилитировать не можете родившихся. Очковки рательства, потому что если нужно отпустить правильную методику, мы этого сделать не можем, потому что у нас нет насадок. Я не знаю, поднимается этот вопрос, не поднимается. Что это ж такое? Я говорю, за себя я нет, абсолютно. Я пройду спокойно. А сотрудники? Я вас хочу, а у вас все? Все, я делаю. Я сходимаюсь. Так что все? Благодаря ищи горы, я облачаюсь. А это как конкретно, вы можете просто ездить, просто ездить, для меня сойдутся. Я так понимаю, они там все чувствуют, ну просто какими-то, я не знаю, кто это женщина, вполне возможно, она хороший человек, вполне возможно, она просто оказалась в такой ситуации, в таких обстоятельствах. У вас все, я надеюсь, говорит. Вот это все, да, ничего, никому, это ужас, это жесть. А там, где нет оборудования, что там, где организовывать? И все, то есть, это было изначально, вот там вот, в Горздраве принималось такие решения, они изначально оборудовали, они не улучшали оборудование, для того, чтобы потом их просто, ну, некоторые области, в том числе, они вставали, уходили, они думали, что эту реформу отменят, и все, Супрун выгонят, реформу отменят. Все, они все надеялись. Надеялись, что Супрун выгонят, реформу отменят. Не отменили. Встречайте реформу. Пока.